Здравствуйте, я Римма Александровна Тимофеева. Я являюсь доцентом кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Сегодня мы начинаем курс занятий, который будет посвящен основным этапам развития истории искусства, истории культуры. И также этот курс в самом начале будет посвящен основным понятиям истории искусства, то, что необходимо абитуриентам, обучающимся или тем ребятам, которые планируют участвовать в Олимпиаде. Итак, сегодня у нас первое занятие, которое посвящено определению основных понятий, и мы будем с вами говорить о том, чем является искусство, какие особенности существуют и какие виды искусства необходимо знать в рамках подготовки к тем дисциплинам, о которых шла речь. Культура — это совокупность всего созданного человеком, и культура в данном случае всегда противостоит натуре, то есть природе. Таким образом, искусство, изобразительное искусство и художественная культура являются частью этого большого феномена, большого явления, и, конечно, вот эти особенности, которые характерны для культуры в целом, они в той или иной степени свойственны для произведения культуры художественной. Культура традиционно подразделяется на две большие сферы — это духовная и материальная культура. Материальная культура — это то, что связано с такой категорией, как бытие, духовная культура — это то, что в большей степени связано с эволюцией человеческого духа, то есть с категорией сознания. Искусство является частью художественной культуры, таким образом, вот некоторые качества из тех, которые я назвала, то есть противопоставление природе в какой-то степени, это будет свойственно и для произведения искусства. Искусство, как часть художественной культуры, может быть подразделено на три основные группы. Это искусство пространственное, искусство временное и искусство пространственно-временное. Пространственные искусства, они в большей степени связаны с категорией пространства, то есть в их рамках оперируют мастера с этой характеристикой. Временные искусства, они предполагают в большей степени акцент на данную характеристику, и пространственно-временные искусства, они являются таким синтетическим явлением, которое представляет собой сочетание и пространственных, и временных характеристик. Теперь, после того, как мы назвали основные виды искусства по их отношению к ключевым характеристикам пространства и времени, рассмотрим некоторые примеры. Пространственное искусство. К пространственным искусствам относятся такие виды искусства, как архитектура, скульптура, живопись и так далее, то есть то, что раскрывается, как я уже говорила, в пространстве. Временные искусства, они в большей степени требуют определенного временного промежутка, отрезка времени для их интерпретации. Например, к ним традиционно относятся в рамках классификации музыка, литература, поэтическое искусство и так далее. Пространственно-временные искусства, которые являются синтетическими, к ним традиционно относятся такие виды искусства, как балет, цирковое искусство, потому что в рамках данных видов мы видим сочетания. Допустим, если мы будем рассматривать балетную постановку, мы там с вами увидим искусство танца, искусство музыки, живопись, это театрально-декорационная живопись, это искусство костюма и так далее. То есть это более сложный такой вот сценический вид искусства, который представляет собой совокупность одного и второго. Поговорим более подробно о пространственных видах искусства, потому что традиционно и на вступительных испытаниях, и в рамках проведения Олимпиады именно они заслуживают большего внимания, и именно на них сделан акцент в рамках подготовки. К пространственным видам искусства традиционно относят следующие — это архитектура, это изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство. Теперь посмотрим на каждый из названных подвидов, разберем ключевые характеристики, которые свойственны, и посмотрим, какие особенности есть у данных видов искусства. Начнем с архитектуры. Архитектура — это зодчество, искусство построения, это вид искусства, который является одним из самых сложных, потому что в рамках архитектуры решается очень интересное эстетическое противоречие. Мы с вами сказали о том, что культура противостоит натуре, то есть природе, и вот это противоречие, противостояние присутствует в каждом из названных видов искусства. Таким образом, в рамках архитектуры, с одной стороны, это эстетическое противоречие заключается в том, что архитектура является самым конкретным видом искусства, потому что это материалы, это инженерные расчеты. С другой стороны, архитектура является самым абстрактным видом искусства, потому что в архитектуре создается не здание, не сооружение, не стена. В рамках архитектуры создается пространство, то есть та характеристика, которая является максимально абстрактной. Ключевым понятием для архитектуры в данном случае является понятие тектоники. Тектоника, то есть устойчивость, конструктивность и отражение внутренней структуры на внешних элементах того или иного сооружения, той или иной постройки. Архитектура, как я уже отметила, это один из самых сложных видов искусства. Во-первых, это самый социальный вид искусства, потому что по тем памятникам зодчества, которые создаются в рамках того или иного общества, всегда можно очень четко сказать о тех социальных процессах, которые для него характерны. Архитектура подразделяется на гражданское зодчество. На представленном слайде мы можем видеть жилой дом, это дом Константина Мельникова в Москве, памятник конструктивизма, или какие-то казармы, театры и прочие общественные сооружения, то есть то, что не имеет религиозной культовой составляющей. Второй тип архитектуры – это архитектура культовая. Культовая архитектура предполагает акцент на религиозную составляющую, то есть сюда относятся в первую очередь гробницы, некрополи, храмы, мечети, церкви и так далее. То есть все, что связано с религиозными представлениями, с мировоззрением того или иного общества, оно находит воплощение в рамках архитектуры культовой. Третья разновидность архитектуры – это фортификационное зодчество или архитектура оборонная, которая очень тесно связана с развитием военно-инженерной мысли. Тем не менее, кроме вот таких вот практических потребностей, это тоже одно из явлений искусства. В качестве примера к оборонному зодчеству можем с вами отнести все древнерусские Кремли, все древнерусские крепости, западноевропейские крепости периода Средневековья или, например, Петропавловская крепость, которая располагается в Петербурге, это тоже образец оборонного зодчества, оборонной архитектуры. Второй вид искусства, который относится к искусствам пространственным и которые необходимо рассмотреть, это декоративно-прикладное. Декоративно-прикладное искусство также достаточно сложно для интерпретации, у него есть некоторые особенности, которые очень выделяют его среди прочих видов искусства. В первую очередь, когда мы говорим о декоративно-прикладном искусстве, мы имеем в виду, что для этого вида искусства более дробная классификация строится на основании используемых материалов и часто техник, которые применяются мастерами для создания того или иного предмета. Вторая важная особенность декоративно-прикладного искусства – это отсутствие сюжета, то есть то, что привычно, допустим, в рамках живописи или в рамках скульптуры, для декоративно-прикладного искусства не может быть применяемо. Когда говорят о произведениях декоративно-прикладного искусства, всегда говорят о мотиве вместо сюжета, например, орнаментальные мотивы, растительные мотивы и так далее. И третья важная особенность, которая характерна для декоративно-прикладного искусства, то, что позволяет выделять его в системе других видов искусства, это сочетание утилитарной и эстетической функции. То есть произведения декоративно-прикладного искусства красивы, и с другой стороны они имеют практическую пользу, практическое назначение. К декоративно-прикладному искусству относится керамика. Керамика – это один из древнейших видов художественной деятельности человека. Перед вами критская ваза, это стиль Камарес, это критомикенский период. Очень древнее произведение, которое, тем не менее, показывает блестящий уровень владения технологией и также выразительность и выдающиеся художественные качества, сочетание изображения с формой вазы. Также к произведениям декоративно-прикладного искусства традиционно относятся искусство мебели, которое тоже проходило в своем развитии ключевые этапы, начиная от древнейших времен, известные древнеегипетские образцы данного вида искусства и далее. Третий вид декоративно-прикладного искусства – это художественная обработка металла. Четвертый вид декоративно-прикладного искусства – это художественный текстиль, ну и другие. К ДПИ относятся и ювелирное искусство, и ряд других. Также отметим, что произведение декоративно-прикладного искусства обязательно следует отделять от дизайна. Дизайн – это особая сфера эстетического отношения человека к действительности, поэтому в рамках сегодняшнего занятия мы о нем говорить не будем. Следующий фрагмент, который необходимо рассмотреть чуть более подробно – это классификация искусства изобразительного. К изобразительному искусству традиционно относятся скульптура, живопись и графика. Мы находимся в рамках классического искусствоведения, то есть то, что проходится в рамках школьной программы и в рамках уже образования высшего. Поэтому здесь все остальные более какие-то новаторские взгляды мы пока немножко оставляем за скобками. Первый вид изобразительного искусства, который я называла – это скульптура. Если в рамках архитектуры мы ведем речь об самом абстрактном и самом конкретном одновременно виде искусства, то в рамках скульптуры решается несколько иное противоречие. Это противопоставление статики материалам, предельной статики, то есть камня, металла и других материалов, которые используются для создания эластических образов, и динамики, то есть движения, которые мастера скульптуры традиционно стремились передавать. Начиная с периода античности, эта динамика, движения, они становятся уже неотъемлемой характеристикой большинства произведений этого вида искусства. Скульптура также имеет некоторые разновидности, в частности скульптура традиционно подразделяется на круглую скульптуру, это скульптура, которая рассчитана на круговой обход, и скульптура подразделяется на рельеф. Рельеф – это композиции, которые тяготеют к стене, то есть являются частью, допустим, архитектурного сооружения. Рельефы бывают разные по степени рельефности, то есть если мы говорим о невысокой степени выпуклости изображения относительно фона, это барельефная композиция. Если же уровень объема фигур превышает 50%, то мы говорим о высоком рельефе или о рельефе. Также, когда мы говорим о скульптуре, принято выделять скульптуру монументальную. Монументальная скульптура в первую очередь является пространственной доминантой, то есть она организует окружающую среду. Также монументальная скульптура обычно обращается к очень масштабным темам, к масштабным сюжетам или к масштабным личностям. Например, памятник, который перед вами на слайде, это монумент Минину и Пожаровскому, который располагается в Москве. Это композиционная доминанта площади, и с другой стороны здесь решается масштабный замысел, то есть тема, которая была связана с патриотическим подъемом, которая позволяла уже в XIX столетии скульпторам обратиться к героическим страницам истории прошлого Российской империи, то есть период смутного времени, период, который очень был важен для российского государства, для формирования российской государственности. Вторая разновидность скульптуры, кроме монументальной, это скульптура станковая, то есть произведения, которые имеют иные характеристики, то есть они уже не являются теми предметами, которые организуют окружающую среду в том масштабе, как скульптура монументальная. И третья разновидность — это мелкая пластика или миниатюра, такие статуэтки, которые могут быть интерьерными работами, но и в целом они менее значительны по масштабам, то есть рассчитаны на такое пристальное рассматривание. И также эти произведения, они, конечно, более многочисленны, потому что потребность человека украшать жилое пространство, украшать то пространство, в котором он существует, это одна из важных характеристик человеческого сознания. Второй вид изобразительного искусства, о котором мы говорим, — это живопись. Живопись тоже имеет достаточно сложную классификацию. Живопись подразделяется на монументальную. Монументальная живопись предполагает синтез с архитектурной средой, то есть она в какой-то степени является частью архитектурного сооружения. Монументальная скульптура обязательно апеллирует к понятию тектоники, то есть она принципиально тектонична, подчеркивает членение архитектурной среды. Монументальная живопись позволяет даже видоизменить где-то восприятие внутреннего пространства. Живопись, как вид искусства, тоже решает определенные противоречия эстетического характера. Но и то, что лежит на поверхности, — это, конечно, преодоление двухмерности. У художника есть двухмерная плоскость, в рамках которой он стремится создать трехмерное пространство теми средствами, теми приемами, которые есть в его арсенале. Вторая особенность живописи — то, что это искусство цветового пятна, то есть она предполагает оптическое воздействие, и цвет в данном случае является одним из наиболее важных средств выразительности, которые применяют живописцы. Монументальная живопись также имеет несколько разновидностей. Это может быть мозаика, фрескос, графита и так далее. Перед вами мозаичный декор Софийского собора в Киеве, памятник средневековой Древней Руси. Живопись также бывает станковой. Станковые произведения имеют характер обособленных предметов, обособленных объектов, и их можно переносить из пространства в пространство, то, что недопустимо для живописи монументальной. Третья разновидность живописи, которую я назвала, — это миниатюра. Миниатюра — это первое, что приходит на ум, — это искусство иллюминированных рукописей, это античные кодексы, это средневековые произведения, ну и другие явления, которые также отвечают таким характеристикам. Следующий вид изобразительного искусства — это графика. Графика традиционно подразделяется на рисунок — это авторская работа, которая имеет индивидуальный характер, и печатная графика, которая допускает возможность тиражирования. Это тоже авторское произведение, однако благодаря технологии возможность распространения, возможность увеличения числа таких вот оттисков, таких гравюр, это также является актуальным явлением культуры и часто используется для тех моментов, когда нужно быстро и масштабно, например, рассказать о каком-то событии, или когда художник стремится дать отклик на то или иное явление и тоже придать ему более широкое распространение. Разновидности графики выделяются на основании того материала, в первую очередь, из которого выполняются те клиши, те воски, которые потом являются основой для выполнения оттиска, и таким образом графика бывает. Силография — это дерево, на данном слайде мы видим пример ксилографии, литография — это основа каменная, линогравюры — это гравюры на линолеуме и другие. Они тоже появляются не одномоментно, постепенно, поэтапно, по мере эволюции художественной культуры и также имеют свои особенности. Какие-то разновидности предполагают более высокую степень обобщения, а какие-то допускают большую степень детализации, как, например, афорт, где в качестве основы используется металл и так далее. Таким образом, поговорив об основных видах искусства и об их классификации, необходимо сделать еще одну ремарку — это сказать о том, что такое жанр, потому что очень часто мы говорим о жанрах, живописи, жанрах скульптуры. Так вот, что такое жанр? Жанр — это исторически сложившееся деление произведения искусства в соответствии с темами и объектами изображения. Обычно, когда мы говорим о жанрах применительно к изобразительному искусству, то мы говорим о жанрах живописи, о жанрах скульптуры. И в качестве примера я подготовила образцы жанров в живописи. Первый вариант, который вы видите перед собой, — это пейзаж, пейзажный жанр, который предполагает изображение природы. Нужно отметить, что даже в рамках пейзажного жанра есть тоже более сложные разновидности, более сложные подразделения, например, морской пейзаж, марина, городской пейзаж, ведута и так далее. Второй жанр, который также является очень популярным в истории искусства и в современной художественной практике, — это жанр портрета. Жанр портрета, который предполагает изображение одного человека или это может быть групповой портрет. Также качества и художественные особенности, они зависят от этапов развития культуры, от стиля, например. И также очень большое значение в данном случае имеет личность мастера, личность художника, потому что, конечно, в рамках портрета мастер, в первую очередь, передаёт и личное отношение к модели, даже если речь идёт о репрезентативном, то есть парадном портрете. Я сказала о том, что существует парадный портрет, который более официальный, он предполагает большее количество атрибутов, и существует портрет более камерный, который характеризуется более какими-то личными, индивидуальными характеристиками. Вот в данном случае перед вами на слайде портрет кисти Ареста Киприенского. Это художник начала XIX века, и, конечно, здесь мы видим пример такого более интимного камерного портрета. Следующий жанр, который необходимо назвать, — это натюрморт. Это тот жанр, который, наверное, наиболее любим абитуриентами. Натюрморт как жанр также предполагает наличие большого количества подвидов. Особенно, конечно, натюрморты были популярны в голландском искусстве XVII века, и там существует очень подробная классификация, например, натюрморт ванитос или натюрморт роскошный, или натюрморт, который предполагает изображение лавок. Вот один из таких вариантов с изображением фруктов и овощей представлен перед вами. Следующая разновидность жанра — это историческая картина или исторический жанр. В данном случае перед вами работа художника Василия Сурикова «Бояриня Морозова». Однако изначально, традиционно, в рамках академической системы под понятие исторического жанра обычно подходили те темы, которые были связаны с мифологической или библейской историей, то есть сюжеты, которые в современной классификации уже атрибутируются как произведения жанра религиозного, то есть религиозная живопись. Еще один вариант жанра — это жанровая живопись, которая предполагает изображение каких-то бытовых сцен. В данном случае перед вами один из вариантов жанровой живописи — это Бадегона Веласкеса, испанского художника XVII столетия, который как раз показывает бытовую сценку в таверне. Мы видим людей, которые сидят за столом, и у них совершается небольшое пиршество. Понимание специфики жанров тоже является очень важным, так как каждый из названных имеет свои особенности, это позволяет более глубоко понимать творческий замысел художника, потому что искусство в большей степени ориентировано на эмоциональную сферу, и для того, чтобы понимать и правильно интерпретировать названный творческий замысел, конечно, желательно вот эти базовые понятия знать. Таким образом, мы рассмотрели классификацию видов искусства, назвали наиболее основополагающие особенности, и теперь необходимо перейти к следующей части нашего сегодняшнего занятия — это понимание специфики искусства как вида человеческой деятельности. Отметим, что в целом для искусства характерны следующие моменты. Первое — это связь с категориями эстетики. Эстетика — это наука о прекрасном, то есть такие категории, как прекрасная, возвышенная, красота — это то, что традиционно связывается с искусством и с произведениями искусства. В классическом понимании, в классическом искусстве мы сейчас сознательно отказываемся от явлений, которые характерны для постмодерна. В классическом искусстве то, что является произведением художественной культуры, оно должно отвечать этим характеристикам, то есть понятию красоты и понятию прекрасного. Ну, условно говоря, нести разумное, доброе, вечное по известной цитате. Вторая особенность искусства, которая также характерна для его классического понимания, это подражание природе. То есть природа всегда была лучшим учителем и тем недостижимым идеалом, достичь которого стремились мастера в своем творчестве. Поэтому подражание природе и связь с природой — это очень важный момент, который тоже характеризует искусство. Именно из природы человек воспринимает представление о красоте, это представление о целесообразности, это представление о гармонии. Третья особенность, которую я уже упоминала, — это связь с эмоциональной сферой. То есть искусство, прежде всего, ориентировано на эмоции человека, искусство воздействует на эмоциональную сферу. Таким образом, это тот язык, который в большей степени универсален. То есть чувства, они доступны каждому человеку, поэтому понимать о том, что красиво, что некрасиво, — это также находится в природе. Даже не имея специального музыкального образования, вы всегда услышите какой-то диссонанс. Даже не имея базовых представлений о колористике, вы всегда сможете сказать, какое сочетание цветов является красивым, а какое нет. Четвертая особенность, которая характерна для искусства, — это, конечно, связь с ценностями и идеалами общества. То есть в рамках культуры мы всегда понимаем, что любое произведение искусства, оно отражает те идеалы, например, идеалы красоты, которые свойственны для человека. Это очень хорошо можно увидеть, рассмотрев, например, образ богини, то есть такие вот представления о женской красоте от древнейших времен вплоть до XX века. То есть если мы с вами посмотрим на слайды, мы увидим, что первоначально ценились одни качества, понятие плодородия, понятие такой вот целостности. Постепенно нарастает акцент и интерес именно к духовной сфере. И далее личность, идеалы красоты, они варьируются, меняются под влиянием общего хода развития искусства, которое также, как и явление природы, достаточно циклично. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok